доброго времени суток друзья приветствую всех на канале rzon game и у нас сегодня будет обзор одного из проектов про который я услышал путешествия по островам от одного из игроков сам я никогда не слышал про подобный проект про его существование как вы видите называется он simpro altis life вот по этому проекту я и предлагаю вам прогуляться вместе со мной посмотреть что он из себя представляет что за проект ну и вообще что здесь есть интересного ну и начнем наверное с того что проект этот располагается на сборке union версии 1.1 ну и вот перед вами карта в общем-то это доисторические вот эти вот иконочки кстати вот я например на предыдущем проекте говорил что там такие же похожие иконки но они были подвержены какому-то рестайлингу потому что они выглядели более четко эти какие-то размазанные иконочки ну вот это та самая юнионская сборка первой версии естественно что даже в этот момент уже чувствуется запах нафталина от этого проекта проект действительно старенький но к этому мы вернемся чуть чуть позже а пока направимся в центр ковалы и по пути зайдем банкомат мы посмотрим может быть есть какие-то достопримечательности сам разговор о том что себя представляет этот проект и хорошо или плохо играется на древние старые сборки предлагаю оставить на конец этого ролика а перед этим посмотреть на все красоты и прекрасные моменты этой сборки ну и забегая вперед скажу что таких моментов здесь мало вот дойдя до центра ковалы меня посетило какое-то чувство ностальгии я это видел ну уже раз наверное пять единственное отличие вот это его центр ковалы от того что я видел не хватает всего одного магазина вот на этом вот секторе который сейчас перед вашими глазами а так один в один я уже посещал кучу таких проектов на которых вот это вот самое на расположение ковалы вот этот самый дизайн без изменений абсолютно без изменений и вот кстати вот это вот обыденность и клонированность проектов и есть наверное первая стадия рассуждения о том хорошо ли вот такие вот проекты которые в общем-то из проекта проект переходят одну практически без изменений если говорить об этом проекте то я почему-то поймал себя на мысли что но вот мне например не нравится вот абсолютно не нравится я увидел уже но как минимум четыре проекта и у меня есть обзоры на это который выглядит вот точно так же я сейчас даже не рассуждаю о том что там есть в магазине и какие цены в магазине проект старый поэтому ну и как я уже говорил мы вернемся наверное в конце ролика к этому к обсуждению того хорошо ли это или плохо проект старый поэтому экономика здесь естественно уже настроена потому что он не ни один не два дня в онлайне поэтому конечно же придираться к экономике я считаю что здесь нет смысла цены вы видите и изначально подъемные деньги вы тоже видели тут вопрос в том что ну а вот хорошо ли играется на таком проекте вот в чем вопрос как я сказал мне например не нравится вот абсолютно не нравится то что я сейчас вижу потому что это действительно клон вот реальный клон но этот клон немножко другой не хочется сейчас примутся самом начале раскрывать как бы всю суть этого проекта потому что тут есть одна изюминка которая в общем-то меня ним и подмыло зайти сюда это не новый я обычно хожу по новым проектам и смотрю какие есть где изменения что новенького придумали какие скрипты и новые где-то нашел кто-то или может быть сам написал здесь я заходил сюда я знал что здесь я ничего такого не увижу но этот проект все равно имеет одну такую изюминку которая в общем то наверное может перекрыть огромный ряд нововведений на других проектах но как я сказал чуть чуть попозже об этом поговорим одежду я прокручиваю быстро хотя здесь есть интересная одежда но она касаемо женских нарядов по мужской линии я в этом проект ничего интересного не увидел но опять же таки проект не один день находится в онлайне поэтому естественно что ну здесь уже накачано на всего столько что ой 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 и по аксессуарам и по там всяким принадлежностям здесь все в порядке хотя и нельзя сказать что есть хоть что-то новенькое из всего что я увидел меня удивило только вот женская одежда да и и здесь очень много но она тоже такая старого образца ничего такого интересненького более-менее я не увидел но ее много что можно сказать что да действительно здесь накачано столько всего разнообразного что да конечно здесь это тоже как бы можно отмести к плюсу этого проекта и к тому что за время существования этот проект все-таки оброс каким-то вот таким своеобразным жирком в котором может игрок зайти и поковыряться все-таки это не какой-то новый проект на котором там вот только-только что-то скачали и там в сообщениях пишут что мы в скором времени подвезут вот этого подвезут вот это здесь уже все накачано уже по-моему под самую завязку ну а к минусу же я отношу как раз вот то что нас заставляют приобретать лицензии категории б этом дальнобочка цену и тому подобное без приобретенной лицензии вы него ни в одном магазине ничего не купите что на новых уже последних сборках пытаются отменить ну чтобы было примерно как в жизни вы же можете зайти в магазин посмотреть автомобили да не имея при себе ни документов не прав и не денег ничего за просмотр как говорится деньги не берут ну вот эта старая сборка здесь пока не приобретете лицензии ничего вам нигде не покажут но вот я наткнулся еще на одну интересную на штуковинку хотел убрать траву потому что здесь на карте но мы об этом еще поговорим растет трава я ее все время когда захожу на проект и убираю такой функции здесь нету зато я наткнулся на то что здесь можно апгрейдить свой планшет как видите по всякому плюс к тому еще можно же и менять свой паспорт и название паспорта можно поменять и его внешний вид можно поменять так вот я например выбрал себе паспорт с названием магнат не знаю какой из меня магнат но я выбрал такое название ну а далее мы заходим в магазин автотоваров и тут начинается все вот все то что принадлежит древней сборке как видите вот эти вот старые жигули сейчас пойдут в волги потом эти микроавтобусы старинные про которые все время говорю что действительно но нет уже смысла оставлять такую рухлить на проекте но старое тоже там очень размазанные текстуры они некрасивые бессмысленные абсолютно машинки вот эти вот это микроавтобусе кто же ну из игроков уже никто это не берет только и бывает что ради чисто прикола вот зашел на проект взял и все и забыл не вижу действительно смысл уже вот в этом зачем возвращаться на там 5-6 лет назад когда эти машинки только вводились в арму не вижу никакого смысла но здесь они есть я так понимаю что они здесь пришли сюда вместе с этой юнионской сборкой и так они здесь и зависли в общем то на все сборки на вот эти вот юнионские которые вот я говорю клоновые куда не зайди везде начинается список автотранспорта как раз вот с этой вот рухлите ну а в принципе тут на проекте есть на что посмотреть есть чтобы выбирать машинок много действительно много и это только начальный магазин под далее мы пройдем еще в магазина здесь есть с автотранспортом с виповским автотранспортом про вип тоже здесь сейчас поговорим очень много интересного на этом проекте присутствует кстати вот в комментариях мне там сделали замечание что когда я выразился что-то очень много транспорта на проекте по випу в общем-то игроков-то и нету и проект только открылся я это назвал вернее даже не назвал а выразился что это слишком амбициозно для нового проекта на котором еще и игроков-то даже нету уже добавляется только транспортом на повидки но это как я и сказал мое мнение я так просто вижу если бы я например открывал проект дату у меня был на самом начале ничего по випу не было бы если нету игроков то нету смысла выводить какие-то виповские вещи если ты разживешься игроками и будет хороший онлайн но тогда потихоньку можно вводить что-то что игроки будут тебя просить но это мое мнение поэтому вот но здесь тоже есть вип и есть випы до пятого уровня но вот как они выполнены мы поговорим опять же таки чуть чуть позже это опять к тому что проект то не новый но у фишки которые здесь есть и иногда но поражают воображение и в общем-то удивляют ну а вот сейчас как раз мы видим тот самый вип транспорт который добавлен на этот проект вип транспорта тоже огромное количество ну опять там сказать да ну естественно за то время что мы этот проект в онлайне было время у администрации накачать туда того что просили игроки поэтому здесь машинок очень много есть и свежие машинки есть и старые машинки огромное количество покрасок и то что я сейчас это вижу и они не обозначены красным крестиком как это обычно делается это все потому что вип системы здесь развита следующим образом уж не будем тогда откладывать про вип машины раз уж мы на них смотрим на потом а расскажу сейчас на проекте существует пять видов вип но эти випки не продаются их может получить каждый игрок если он будет регулярно заходить в игру чтобы получить вип пятого уровня вам надо пять дней подряд заходить хотя бы по одной буре в день и тогда вы получите пятый уровень випки ничего на этом проекте за деньги не продается не базы ничего здесь все игрок заслуживает своим трудом но как своим трудом своим трудом смысле того что он просто полуза ходит и получает удовольствие и за это прокачивает свой вип здесь есть всего три базы но они пустуют у них есть название но они пусты и на самом деле заброшенные базы базы тоже с этой же сборкой сюда и попали видимо меняется только название организации сами базы ну по крайней мере внешний вид их я вам их потом покажу вы их узнаете они на старых сборках одни и те же одинаковые одну из них я даже назвал в одном своих обзоров хорошо охраняемой свалкой она тоже здесь присутствует ну а вот что касаемо випа то он на этом проекте есть но он не продается вип может получить каждый игрок если будет сюда заходить и регулярно играть вип дает большие бусты поэтому есть смысл его как бы получить не купить а получить вот пожалуйста одна из фишек этого проекта випку может получить любой даже не вкладывая денег ну и переходим в следующий магазин на это магазин грузовой техники но и вот опять замечание что ну нету здесь банкомата естественно оплаты без наличия расчетом здесь тоже нет ну старинная сборка поэтому пожалуйста будь любезен побегай до ближайшего банкомата как видите руки так и не доходит у авторов чтобы как-то в этом в этом случае облегчить жизнь игроку ну вот я все время на это обращаю внимание что я уже много набегался много проектов посетил все время на этом акцентирую свое внимание ну а автотранспорт сейчас перед вашими глазами автотранспорта тоже много есть и иномарки есть интересный супер мега каких-то машинок там но мы вряд ли здесь увидим это вам не родос это не тиранас такая старая сборочкой ну и надо еще сказать что за этой сборочкой уже перестали ухаживать это тоже наверное можно отнести к минусам потому что обновлений здесь уже не было очень и очень давно разработчик как бы можно сказать махнул рукой и занимается сейчас другими проектами поэтому вот то что видим то и видим машинки как видите есть есть то есть чего выбрать есть мерседесики там куча всяких модификаций каждые машинки представлены и бортовом и в тентовом и в цистерне модификациях в общем из чего выбрать есть цены тоже сбалансированы я здесь поиграл и понял что да градация есть как бы начинаешь с низов потихоньку потихоньку продвигаешься как бы но но действительно проект старый поэтому как бы тут уже все настроено и к этому претензии никаких нету да и в целом претензии к автотранспорту отпадают и есть только одна и то это не претензия наверное скорее всего замечание то что у транспорта не настроен расход топлива не знаю хорошо это или плохо наверно опять это решает каждый я например не люблю когда очень быстро заканчивается топлива как бы вот это вот отсылка к реализму да она в игре не как бы ну не всегда играет положительную роль поэтому настройка расхода топлива тоже такая тема для рассуждения но вот например здесь расход топлива но он практически отсутствует я поездил здесь на огромном количестве машин потом это не знаю увидеть или не увидите но в общем я много машин здесь поменял на них на всех покатался и я ни разу вообще не заправлялся было такое что я ездил от ковалы до пиргаса по всем точкам и обратно и вот на этой машине например который я приобрел а приобрел ее для того чтобы показать вам что здесь можно работать самого начала дальнобойщиком только из-за того ну еще из того что как видите у стандартной машины тоже можно менять покраски так вот даже на этой машине я отгонял очень много и ни разу ее не заправлял показатель топлива уменьшился наверное на пол сантиметра за все время на что я играл ну и как видите точки и их расположение абсолютно не затронуты я уже показывал как-то своих обзорах проект на котором тоже можно было работать дальнобойщиком самого начала но там автор поменял точки чтобы игроку было более интересно более свежо точки и раскрашены были по-другому они бы там больше контейнер добавлено было был стоял кран но в общем было более интересно чем здесь здесь карта не тронута ну а если уже затронули мы карту то надо сказать что карта реально вот она вообще не тронутая это стоковая армовская карта мало того что тут трава которую нельзя убрать да а трава все-таки тоже пожирает какие-то ресурсы но это бог с ним карта не тронута вот видите там на фоне стоит белый дом так вот трехэтажный вот таких домов здесь напичкана по всей карте очень и очень много то есть с карты не убрано вообще ничего здесь валяется старая разбитая техника бтр и танки урал ржавые там газельки в общем карта не тронута вообще с нее ничего не убрали и только наоборот туда по напичкали вот этих вот ну на мой взгляд дурацких домов потому что они ну некрасиво он серый трехэтажный в общем-то не особо он кому нужен и кого-то и он интересует но их здесь очень много по всей карте напихано плюс ничего не сделано убраны только животные погодные условия оставлены стандартные тут постоянно идут дожди и очень очень темная ночь ну вот мы добрались до магазина летной техники ну и здесь как уж я уже и говорил проект старенький поэтому здесь с ледкой тоже все в порядке как видите список достаточно большой есть из чего выбрать есть разновидности тоже есть покраски но покрасок здесь можно сказать то же самое количество но перемахав не красится в общем-то особо летной техникой нормально вот мне понравилось я полетал здесь и вот на таком вот мишки и нами который отсоединен кстати вот на этом проекте я понял что оказывается модуль это менять нельзя я то думал что можно модули у этого вертолета менять оказывается нет если ты купил вертолет то вот видите как кстати здесь модуль продается отдельно я думал что его можно цеплять я как-то не затрагивал эту тему вертолетов никогда на них не летал вот на этих вот нами и я имеющее время казалось что ну ввели прикольный вертолет в армии можно менять модуль а касса нет ни хрена либо ты покупаешь уже с одетым модулем либо отдельно и его можно только подвешивать прицеплять эти модули нельзя но вот для меня это кстати на этом проекте было целое открытие я был уверен что можно прицеплять модули обратно можно цеплять и прицеплять нифига оказывается нифига подобного я даже специально вышел зашел в демонстрационную версию этой игры там где можно посмотреть эти вертолеты и да действительно нельзя прицеплять модули только подвешивать ну и возвращаясь к тому моменту что я затронул карту и то что она не тронута здесь не тронута и карта и как видите ночь абсолютно не тронута я уже и забыл что на altis и такие черные ночи это просто жесть невозможно играть здесь нужно играть только с пнв но вот как это было когда-то на древнейших вот этих сборках действительно только спиной без пнв выходишь из машины и смотришь как будто в стену вот я специально остановился но вот такая вот картина я специально не заглушил двигатель чтобы не сложилось впечатление что просто черный экран нет я стою рядом с машиной вот пожалуйста вот светят фары я стою рядом с машиной отворачиваемся в сторону и все кромешная тьма это просто жесть я реально уже даже не помню что на altis и может быть такая черная ночь не играть очень тяжело и вот это пнв у тебя на лбу постоянно как хрен какой-то висит раздражает уже я отвык я хожу по более-менее новым проектом а там уже нет такого сейчас первым делом высвечивает ночь чтобы не нагружать игроков вот этим вот придурочным пнв здесь же все по старинке к сожалению все по старинке как я сказал ни карта ни погода ни ночь ничего здесь не тронуто все находится в стоковом состоянии ну а далее же я как вы можете заметить уже приобрел зила такого морковно-сосисочного цвета и поехал на добычу ресурсов и вот на одном из своих обзоров да вот даже на последнем своем обзоре я говорил там например про точку добычи нефти да там стоял огромный красивый бульдозер такой да экскаватор я говорил что ну можно было бы поставить еще один еще по каких-нибудь моделях техники да а вот вам пожалуйста сборка который мы когда-то радовались и с удовольствием играли это просто поле это просто поле здесь все состоит на условностях и когда-то этого нам хватало и мы играли вот в таком вот поле это просто ты себе объясняешь что это точка добычи алмазов и все и этого нам раньше хватало вот сейчас я поймал себя на том что мне этого мало мне скучно здесь здесь не на что даже посмотреть если бы вот не это модель сторонняя модель взяла то вообще хрен отличишь я играю в оригинальную арму или это модификация и кстати заметьте у меня за спиной вырос новый рюкзак на этом проекте все рюкзаки очень малой вместительности даже вот такой вот здоровый пиписька подобный рюкзак здесь поменю ну он очень маленький очень маленький помещается всего 16 дней по моему тут на 50 слотов что ли всего лишь все маленькие здесь рюкзачки тоже это не знаю какая-то отсылка к той олдскульной школе что ли но не помещается как видите вот этот комок у меня уже бамсы и все не поместился но даже несмотря на то что мешки здесь очень малой вместительности как и говорил начальная градация здесь достаточно сбалансированная и как видите я уже после того как поработал на почте дальнобойщиком купила зела следующая машинка у меня уже вот такой вот мазик но разработчик этого проекта наделил этот масс какими-то сверх естественными характеристиками посмотрите какую скорость он выжимает правда после того как вы преодолеваете скорость в 150 километров он становится неуправляемый абсолютно неуправляемый для того чтобы посмотреть на что способен этот масс я поехал на федеральную трассу и выбрал самый прямой отрезок дороги так как это старая сборка здесь вся трасса усеяна радарами так вот радаром то я и воспользовался как измерительным прибором а вы посмотрите какая скорость и обратите внимание на спидометр он делает уже второй круг он крутится по кругу это жесть какая-то действительно нет я не говорю что это плохо но но это вот как прикол это ну замечательно и так 259 километров в час вот такую скорость выжимает этот масс и это еще не предел и и да повторюсь я не говорю что это плохо хотя конечно 250 и выше километров в час для такого грузовика это конечно переборщ это уже запредельные показатели до километров 150 160 я думаю для такой игры как арма это нормально потому что вот намучившись на предыдущем своем обзоре где грузовики ездили 60 70 километров ну да да опять дань реализму но это дань реализму бьет по вашему времени по нудности в игре а здесь хоть какое-то развлечение хотя вот опять это наверное судить каждый будет сам да хорошо это или плохо но мне вот как чисто для прикола очень понравилось я погонял на нем но он действительно после 150 становится неуправляемым потому что физику то никто не менял характеристика накрутили а физика то осталась та же самая какая у него и была поэтому он просто превращается в огромный снаряд ну а дальше как видите от того что здесь происходит а вот вам пожалуйста точка добычи нефти абсолютно чистое поле опять одни условности когда-то мне этого хватало действительно когда-то мне этого хватало сейчас я не могу себе мне нужно себе внушать да что я нахожусь на точке добычи нефти хотя на предыдущем обзоре например я показывал да что эти точки раскрашиваются разукрашиваются добавляются какие-то органичные вписывающие сюда элементы и это я считаю хорошо потому что находиться вот на такой стоковой точке очень и очень скучно невольно начинаешь развлекать себя сам но я придумал себе вот такое вот развлечение я сцепил три машины веревка здесь стоит мод трос и таскал их за собой кстати так очень прикольно фармить скорость конечно передвижение очень маленькая то есть там свыше 60 начинается рассинхрон но если ехать 60 то в общем то так можно даже и фармить так как на этом проекте за четыре дня моего посещения ни один человек так и не зашел поэтому я подумал что а кто мне запретит и развлекал себя на вот таким вот образом но сколько себя не развлекай скука все равно тебя настигнет так как на проекте нет ни одной живой души за все это время я не обмолвился даже словом поэтому я полетел смотреть какие-то достопримечательности которых в общем-то на этом проекте нету есть несколько баз которые вы сейчас можете посмотреть но я даже это комментировать и не буду базы все старинные клонированы и переходящие с этой сборкой от одного проекта до другого проекта в общем то смотрите как они выглядят комментариев у меня на по этому поводу уже нету они все военизированные а как я уже и говорил меня милитаризированный стиль абсолютно не интересует мне скучно от этого вида вида но хотелось бы поговорить про сам проект в начале в самом я сказал что да проект этот не новый и что в нем есть одна основная изюминка которая может быть даже перекроет какие-то проекты в которых есть красоты нововведения и вот по эту изюминку этого проекта и хотелось бы поговорить а в чем же эта изюминка а изюминка это в том что этому проекту уже больше двух лет представьте себе больше двух лет и все это время он находится в онлайне он не закрывается даже сейчас когда вот на этом проекте я один а если бы я даже не зашел то вообще никого бы не было этот проект в онлайне он не закрывается несмотря ни на что не на какие-то да реборные рестайлинги ни на что не закрывается он два года беспрерывно из месяца в месяц в онлайне заходи играй здесь нет никакой коммерции вообще никакой как я и говорил вип который здесь присутствует все пять уровней випа может получить каждый любой любой игрок если он периодически заходит и играет вип к ему не числяется автоматически но хотелось бы зациклиться на том что этому проекту два года и два года он не закрывается представьте себе если бы это была нормальная не такая древняя пахнущая нафтолидом а играбельная свежая сборка вот я думаю что например я бы здесь остался просто из-за того что вот эта вот монументальность этого проекта ты можешь быть уверен в завтрашнем дне мы разговаривали недавно с одним человеком на проекте он говорит вот я зашел на проект купил випку а через полторы недели проект закрылся обидно говорит немного денег но обидно а вот здесь здесь как фундамент армовской системы он годами стоит даже на него никто не заходит а он работает этот проект работает он открыт заходи играть и вот в самом начале этого ролика я задался вопросом до начал ролик с того что а хороша ли вот это вот старинная древняя сборка хорошо ли на не играть кому она нравится и и вот тут у меня такая дилемма если кто-то посмотрит ролик этот напишите ваше мнение нравится ли вам такая сборка и как вы относитесь к такому фундаментальному отношению со стороны разработчика древняя сборка который вну на мой взгляд на мой взгляд опять же таки но не интересно уже никому и с другой стороны ну просто невероятная стабильность этого проекта два года это действительно очень много несмотря на то что нету онлайна нету коммерции а проект все равно живет и он всегда открыт он всегда ждет своих игроков это удивляет действительно удивляет два года ну и на этом наверное я буду заканчивать пишите свои комментарии если кому-то понравился проект понравился обзор заходите играйте он открыт открыт два года он ждет своих игроков играйте получайте удовольствие спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго у нас и и Субтитры сделал DimaTorzok